Здравствуйте, уважаемые гости и подписчики моего канала, вновь прибывшие, случайно заглянувшие. Я вас всех приветствую. Меня зовут Ирсен. Спасибо вам большое за лайки, за комментарии, за ваши теплые слова. Девочки и мальчики, стараюсь все свободное время читать. Сегодня будет расклад на одну позицию, он будет общий, поэтому внимательно слушаем сигнификацию. Подходит, значит с вами я резонирую, карта резонирует, информация, которая придет, вам должна быть полезна. Если вы понимаете, что не резонирует с вами, значит просто выключите данный видеосюжет. Я, может быть, не ваш торолог и не считывают карты мои, информацию с вашей энергоинформационной структуры. Давайте посмотрим. Сегодня будет расклад на тему судьбоносные моменты осени, которых вам не избежать. Либо плохие, либо хорошие моменты осени. Если какие-то плохие моменты выпадут, то есть у вас будут знания, и вы можете эти моменты корректировать. Если хорошие стату, то принимаем с благодарностью, чтобы все хорошее приходило скорее в вашу жизнь. Поэтому вот такая вот сегодня тема будет. Так, вот такая вот красивая обложка. Карты только ко мне пришли. Я их сегодня распечатала, собственно говоря, и сейчас посмотрим, насколько они у нас говорливые. Будем с вами их тестить, так скажем. Так, давайте посмотрим вашу сигнификацию. Что у вас сейчас в жизни происходит? Что у вас сейчас в жизни происходит? Либо в каких вы энергиях сейчас? Что сейчас в вашей жизни происходит? Кто вы сейчас? Король Пентакли. То есть вы здесь можете либо ждать какого-то короля Пентакливого, да? Да, какая-то тяжесть у вас, обязанности, обязательства есть. Смотрите, вы, может быть, вы просто сейчас в энергии мужской, да, король Пентакли. То есть вы можете быть сейчас сами какой-то либо земной стихией, либо больше какие-то мужские качества преобладают у вас. Иногда, да, может, вам говорят, что вы как мужик в юбке. То есть такое тоже может быть. То есть вы сейчас заняты каким-то процессом духовности, просвещения, обучения. Такое здесь тоже может быть, вот. Есть какие-то обязанности, обязательства, там, к примеру, платить за квартиру, платить за счета, да, вот. Вам тяжеловатенько немножечко это все делать сейчас, да. Вот вы прете вот эти вот жезлы, вам тяжело. Хватает денег, да, ну, прям вот совсем как-то впритык. Может быть, это как раз-таки дети у вас здесь, да, то есть обязанности, обязательства с детьми. Вот, но сами по себе вы человек сильный, карты силы. Что это говорит, что вы можете заниматься и физическими нагрузками какими-то, там, к примеру, ходить в спортзал, либо дома заниматься, либо, там, к примеру, на самокате, на велосипеде ездить, тоже такое вот. И кроме того, что вы можете, да, это ваше физическое состояние показали, и здесь может быть не именно физическое состояние, а именно вообще вы, такой вот у вас есть внутренний стержень. Человек очень сильный морально, такая вот, да, есть вот это вот, как по-русски это сказать, стержень, вот, да, есть у вас стержень. Вот такая ситуация сейчас у вас здесь, знаете, как-то у вас такая, у вас очень скачет настроение, почему-то, знаете, вот от плюса к минусу, может, резко так, вроде бы встали, все хорошо, потом в уныние впали в какое-то, потом раз, опять же, вроде бы все хорошо, то есть как-то вот, такой вот, какие-то скачки настроения у вас бывают сейчас. Есть какое-то в вашей жизни искушение? Ну, может быть, вы, к примеру, сели на диету, да, пироженки прям вас искушают. Это может быть и человек в вашей жизни, который вас искушает, то есть, к примеру, там, человек, который вам нравится, или, там, бывший ваш какой-то, с которым вы не можете быть вместе, но искушает вас человек, да, либо это какая-то ситуация в вашей жизни, что вот хочется, хочется, но понимаете, что это не очень целесообразно. Алкода действительно, да, просто вот здесь, кстати говоря, обратите внимание на свое питание, да, то есть вот здесь не переедайте, как-то вот такой вот вам совет дают карты, кто-то, может быть, налегает на еду, здесь на какие-то деликатесы, вот здесь просто вам карты говорят, хватит, да, не переусердствуй, что вы еще носите. Какая-то ситуация у вас повешенная, какое-то ожидание, вы либо денег здесь ждете, да, вот это деньги какие-то от какого-то общества, либо здесь, да, вот деньги, либо какие-то вы сейчас решаете дела семейные, а может быть, дела семейные как раз-таки касающиеся финансов, может быть, там, не знаю, наследства, да, получение денег от родственников, бумаг каких-то, вот только единственное, что мне здесь не нравится, гадюка, какая-то ползает возле вас, поэтому обратите внимание на свое окружение. Мало того, что есть еще здесь некий момент закольцовки, да, поэтому здесь обратите внимание, некая цикличность вашей жизни, благодаря вот какой-то там змее, то есть здесь почистите ваше немножко общество, какая-то змеюка в нем имеется. Есть момент ожидания, ожидание прибыли, ожидание денег, какая-то подвешенная ситуация, причем вам советуют опять-таки здесь высшие силы через карты, да, обратить внимание, не быть в состоянии жертвы, вы как-то сами себя немножко как связали по рукам и ногам, вы сами, да, это не ситуация, а вот как-то сам, да, сам вот, или вешу, мне здесь хорошо, вот здесь пауки меня подгрызают, но я как бы, у меня красные штанишки, у меня все хорошо, поэтому здесь что-то вы, что-то вы здесь просто немножечко прекратите ждать, все козыри у вас в кармане, да, вот в вашем рукаме есть все козыри, вот, поэтому здесь берите быка за рога, собственно говоря, да, карта силы говорит о том, что у вас все получится здесь, не ждите у моря погода, а начинайте действовать, решать какие-то вопросы, да, здесь, может быть, либо высказывать свою точку зрения, либо там, к примеру, если у вас свое дело, да, какие-то новые, может быть, посмотреть на ситуацию по другим углам, и какие-то новые идеи придут, да, то есть вот здесь вот именно, да, карта повешенная говорит о том, что посмотрите на ситуацию немножко не со своей колокольни, а по-другому, отойдите, и как будто, знаете, вы сторонний наблюдатель и посмотрите, потому что все козыри, все вот козыри у вас в рукаве, ну, вы сейчас в отшельниках, это обучение, это человек мудрый, это человек, да, вот внутренний свет, у него есть душа, у вас очень светлая, очень теплая, вот ко мне сейчас люди очень осознанные притянулись на этот расклад, вот, вы, может, действительно сейчас изучаете эзотерику, какую-то высшие силы, здесь у вас очень хороший канал с высшими силами, погружены в себя, но опять здесь корни, здесь какая-то проблема тянется, она такая долгоиграющая, потому что, знаете, какие здесь корни, вот, поэтому обратите внимание, да, то есть может быть здесь у вас проблема, не оттуда, откуда вы думаете, да, карта повешенной корни говорит о том, что посмотрите, может быть, копнуть стоит глубже, то есть вы думаете, что ситуация одна какая-то, да, причина, а по причине может быть гораздо глубже, ну, к примеру, там детские травмы, да, там почему наказывают, там не дают мне денег, потому что там какая-то родовая отработка, еще что-то, вот, то есть здесь вам говорят, копни глубже, корни этой проблемы намного глубже, чем вы думаете, вот, также здесь такая ситуация, что сейчас в вашей жизни вы здесь не видите какого-то шанса, вы почему-то от него отворачиваетесь, то есть есть какой-то шанс поменять вашу жизнь, но вы вот повисли здесь, и этого шанса здесь не видите, тоже обратите на это внимание, здесь вам совет дают, да, вот, также вы человек глубоко традиционный, у вас может быть большая семья, либо вы хотите семью, да, то есть вы такой человек, которому не нужны отношения, к примеру, там на одну ночь и так далее, тому подобное, здесь вы очень избирательны, во-первых, во-вторых, вы, как бы вам объяснить, вы не умеете встречаться на один день, на одну ночь, то есть у вас получается там на год, на два, на всю жизнь, вот такие отношения крепкие, также вы, говорю, во-первых, за вами еще стоит ваш род, он за вами наблюдает, он вам помогает здесь, подсказки какие-то, вот, и здесь ситуация, да, что вы можете, вот, я говорю, либо почитать свой род, либо очень семейные традиции какие-то, либо большая семья, то есть для вас вот это вот важно, да, то есть вы человек такой очень семейного, семейного склада, не шалтай-болтай, как говорится, вот, вот такая вот ситуация, давайте посмотрим, я, прошу прощения, если резонирую, иначе смотрим, какие судьбоносные моменты осени у вас будут, которых вам не избежать. Судьбоносные моменты этой осени, которых вам не избежать. Судьбоносные моменты осени, которых вам не избежать. Не избежать. Какое-то письмо, документы здесь, может быть, получите, да, То есть здесь вид на жительство, к примеру, документы о разводе, письмо, сообщение, то есть очень важное, ключевое, да, судьбоносный момент, ключевой. По поводу каких-то бумаг и документов, подписание договора на недвижимость, получение наследства, получение документов, вид на жительство, да, одобрение кредита. То есть здесь вот что-то такое вот, связанное именно с бумагами. Здесь будут два человека, здесь мужчина и женщина, да, здесь у вас мужчина и женщина будут задействованы. У кого-то это действительно, здесь у кого-то какие-то новости, либо вы получите, да, с человеком, с которым, к примеру, у вас были отношения, вот, ну, десятка мечей, здесь просто десятка мечей, пятерка, кубка. Здесь какая-то ситуация император и императрица, то есть если вы женщина, то получите от мужчины какие-то бумаги, документы, новости, восьмерка жезлов, также может быть какие-то новости, социальные сети, да, там, вот. Если вы мужчина, то здесь вот какой-то женщина, здесь какая-то у вас будет ситуация, либо она уже произошла, либо здесь будет у вас. Вам будет казаться, что все разрушено, рушится, все ваши планы летят в стартерары, по карте, да, башня, да, как карточный домик здесь разлетается. Вы будете стоять на каком-то выборе. Вам будет казаться, что все, да, как-то вот все, ничего не получится и придет помощь какая-то. По шестерке Пентакли карта помощи. Вам придет помощь от какого-то мужчины. Мужчина какой-то поможет вам, я говорю, здесь либо документы у вас, либо бумаги, вид на жительство, здесь какой-то мужчина вам поможет. Вам будет казаться, что уже все по карте башни, ничего не получается, все рушится, надежды, планы и так далее, тому подобное. Вы видите, как-то даже грустинка у вас будет, но неждано-негаданно придет какой-то мужчина вам с помощью. Либо, ну, конечно, у кого-то может быть женщина с мужским характером. Расклад общий, да, я уж не буду. Ну, больше как мужчина, или, да, король Пентакливый. Так, это вот по поводу письма. Такой судьбоносный, очень ключевой момент, да, связанный с бумагами у вас будет. Либо новость, это какие-то, какую-то новость вы очень важную для себя получите, да, и это вот вам какой-то мужчина поможет. Если это именно, да, давайте, если это сообщение какое-то, что здесь, если это сообщение будет. Здесь по поводу денег, по поводу денег что-то у вас будет, какое-то сообщение. Очень много переживаний было у вас. Ну, здесь опять мужчина задействован какой-то. Такое ощущение, что какие-то правовые вопросы здесь будете решать, да, у кого это сообщение, то тоже здесь от какого-то мужчины вы получите, ну, напишет что-то, да, к примеру, там документы готовы, либо надо столько-то заплатить, либо там часть денег вам наоборот пришла. То есть вот такая какая-то ситуация. Если это сообщение, если это бумаги, то вам поможет какой-то мужчина с бумагами. Ну, вот опять какой-то король Пентакли вам поможет. Так, а какой еще судьбоносный момент? Карта гора. Карта гора – это у нас препятствие различного рода. Так, сейчас мы будем эту карту раскрывать. Что у вас с этими препятствиями произойдет? Что у вас с этими препятствиями произойдет? Ну-ка, что у нас там улетело? Войка кубков. Войка кубков. Улетела Пентакли. Шикарная карта. Да, слушайте, здесь прорыв, вы будете уходить, рыцарь мечей. Вы прям по карте звезда. Вот у вас была какая-то тяжесть. То ли у вас какое-то партнерство здесь было, то ли вы какое-то дело открывали, то ли это любовь, любовная тематика. Двойка кубков, да, здесь может быть и любовь, но это не только карта любви, да, это карта еще партнерства. Возможно, это не любовная тематика, да, а ваша работа какая-то. И вот вы что-то работали, что-то делали, да, суетились здесь у меня, и у вас одни препятствия. То есть вроде бы все разрулю, вроде бы все сделаю, потом бах, опять чего-то, да. Или там в любви вроде встретиться не получается, все какие-то палки в колеса вставляются. В общем, какая-то ситуация, препятствие, да, я не буду здесь уже уточнять эту длойку кубков. Вы сами знаете, да, где у вас препятствия, либо в любви, либо в работе. Вот. И вам было очень тяжело. Вы думали, когда же уже все это произойдет, когда, 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 когда. Вот здесь вот карты говорят, что ваши по карте звезда, надежды, они осуществляются. По рыцарю мечей здесь будет прорыв. Туз Пентакли – это карта шансов, да. То есть шанс вот уйти от этих препятствий у вас будет. И это такой достаточно судьбоносный момент в вашей осени. Да, то есть препятствие – это гора, она остается в прошлом. Вы здесь прям Туз Пентакли – это очень хорошая карта, очень-очень сильная, положительная карта. Здесь шанс начать что-то новое, новый, там, к примеру, это ваша работа, новое направление в работе, развитие нового проекта, может быть, да, в любви новый шанс, да, новая весна, вот, точнее говоря, не весна, а у нас осень, да, новая осень в ваших отношениях будет. Препятствия уходят. Здесь очень хороший судьбоносный момент такой. Так, что у нас здесь? Еще один судьбоносный момент – карта змея. Сейчас мы посмотрим. Змея может быть, змеюка подколодная. Как вот помните, на той карте выходила какая-то змея у вас в вашей жизни есть. Сейчас мы посмотрим. Так же, может быть, это и подруга. Здесь мы сейчас посмотрим, плохая ты змеюка или хорошая. Какой она энергии к вам идет? Вот эта змея. С какой энергией к вам идет? С какой энергией она к вам идет? Нет, она с плохой энергией к вам идет. Она к королеве мечей здесь выходит. Она прям хочет, чтобы вот туда все у вас здесь разрушила. Здесь либо треугольник у вас был, либо она, знаете, как-то позавидовала вам, вашим отношениям. То есть бывает такое, да, что у вас все хорошо. Бывают такие подруги, знакомые, которые как завидуют, на что у вас все хорошо, и вам хочется, чтобы было все плохо. Либо вы в каком-то треугольнике здесь были. Вот. Поэтому здесь с какой энергией она не с хорошей энергией. Да, и это именно змеюка, гадюка какая-то. Давайте посмотрим. Судьбоносный момент. Раз вы показали, что у вас с этой змеей будет. Что у вас с этой змеей здесь будет. Раз она выпала, почему-то карты прям все скачут. Какую-то информацию хотят сказать, что с этой змеей у вас будет. Какой судьбоносный момент. Какой судьбоносный. Здесь движение вперед. Здесь, смотрите, ситуация меняется. Вы прям садитесь на этот красивый мотоцикл и в далекие дали, да, вот в этот красивый либо закат, да, здесь. Ну, в общем, здесь светлое место такое, да. Вы уезжаете в закат, как говорится по-русски, да. То есть здесь такая ситуация меняется. Ситуация с этой змеей. То есть все, что она вам делала. Плохое. Все ее какие-то там зависти. Все ее вот эти закулисные игры. Все ее там шепотки и так далее и тому подобное. Здесь все, во-первых, ей обратно это возвращается. Вполне возможно, вы здесь и чистку делали какую-то с обратками, да, и все это ей вернется. Либо это, по мне, да, высшие силы уже за вас здесь заступаются. И по колесу фортуны здесь вы от нее уходите, уезжаете, да, там, я не знаю, она остается. То есть здесь какой посыл? А этот змея, она остается в прошлом. Вы идете в счастливое свое какое-то будущее. А эта змея остается в своей луне там. Да. Да. Да, десятка мечей. Все, она здесь, она, знаете, сначала будет радоваться небольшой победе, что у нее там все хорошо, там тролли-мали, да, и она там такая вся крутая, и мужчина там при ней, да, а тут потом получается десятка мечей. То есть ей все это вернется, все, что вы на себе испытали, все, что там она когда-либо вам делала, все ваши слезки обратно ей вернутся. Колесо фортуны. Причем в этой колоде два колеса фортуны, и вот это колесо положительное, да, то есть вот здесь люди на карусели, здесь вот хорошо отдыхают легкость. То есть у вас, к вам в жизнь придет легкость, а ей придет десяточка мечей. Ну, собственно говоря, да, закон бумеранга никто не отменял, закон сохранения энергии, баланса. Вот она хотела, она и добилась. Какой еще судьбонос? Прояснение. Карта солнца. Здесь вообще, на самом деле, очень положительная карта. Напитывание энергии. Прояснение вашей жизни. Весь негатив уходит. Вы такое большое, яркое, красивое солнце. Так, что эта карта означает у нас? Это какой судьбоносный момент вашей осени. Какой это судьбоносный момент вашей осени. Вы здесь, да, вы здесь, знаете, напитываетесь энергией, залечиваете свои раны, чакры свои. У вас прям, знаете, по-другому они будут работать. Уходите вы от панических атак, от каких-то переживаний. Налаживается, нормализуется ваш сон, ваш обмен веществ. Здесь вы отпускаете все эти переживания, и эти переживания остаются в прошлом. Вот это как лошадь куда-то далекие дали пускай бежит, так и вы, да. То есть здесь у вас по Руцарю Кубку вы напитываетесь к любовью. Любовью куда? Любовью к этому миру. Слушайте свою интуицию здесь. Да, становитесь сильнее. Что с этим мужчиной у нас здесь? Ну вот это мужчина какой-то, либо женщина, да, если вы мужчина, то у вас какой-то есть женщина, какое-то искушение. Если вы смотрите меня женщина, то у него мужчина какое-то искушение здесь есть. Но здесь у вас что с этим мужчиной, что у вас будет, все разрушается. Ставится точка здесь, здесь ставится точка. У вас здесь праздники какие-то будут, празднования. То есть вы уходите от этой четвёрки кубков, и вы идёте в тройку кубков. Может, действительно у кого-то здесь будет какой-то такой судьбоносный праздник, корпоратив, встреча с друзьями и так далее и тому подобное. Здесь проясняется отношение с противоположным полом. Какие-то у вас были, да, какие-то взаимоотношения с этим человеком непонятны. Какие-то по луне может быть взаимоотношения. То ли встречаетесь, то ли не встречаетесь. Что-то вообще непонятное. Здесь будет поставлена точка. У вас всё это разрушится, потому что вы понимаете, что здесь вот это был карточный домик какой-то. Проясняется ситуация с противоположным полом. Уходят ваши опасения, ваши страхи. У вас налаживается, говорю, сон, гармония какая-то приходит. То есть вот какая-то ясность приходит. Самое главное, самое такое отвратительное чувство, чувство неизвестности, когда ты не знаешь, что будет дальше. А тут, знаете, всё, точка поставлена. Оставлена здесь ничего не будет, и у вас как гора с плечи какая-то, знаете, такой вот очень судьбоносный момент. Кто здесь судился, кому-то были деньги должны, да, то есть взяли, не отдавали, алименты не приходят. Здесь карта правосудия, то есть здесь опять-таки изменения в вашем финансовом положении. Восторжествует правосудие. Да, да, вы уходят из ситуации, здесь что-то вот у вас, ну, празднуйте победу вам. Кто деньги ждал, какие-то поступления должны были, здесь поступите. Ну, будет поступление этих средств, имеется в виду. Так, ну, давайте посмотрим, что у вас там ещё в личной жизни. Ну, вот так, три карты вынем, что, какие судьбоносные перемены будут в личной жизни у вас. Тройка жезлов, новые перспективы, пашкубков, обалдеть, императрица, всё, даже смотреть не буду. Что-то у вас здесь прямо, смотрите, у вас была сердечная чакра, здесь подбито сердечко ваше, любовная сфера. А здесь влюблённость, новые перспективы, вы императрица, вы красавица такая вся, да. Да, всё у вас есть, всё при себе, поэтому здесь вот, что у вас, какие глобальные судьбоносные перемены в любви будете. Ну, здесь любовь, перспектива к встрече, перспектива к развитию отношений каких-то у вас здесь будет, да. Вы чувствуете себя самой императрицей, это уже даже выше королевы. Поэтому здесь такие вот судьбоносные моменты, это тоже либо встреча любви, либо ещё что-то. То есть, если хотите, конечно, отдельный расклад на любовную тематику, да, какой-то судьбоносные моменты в любовной сфере, вы мне напишите в комментариях, я вам сделаю отдельно такой расклад на именно любовную сферу. Вот, очень хороший расклад, препятствия уходят, змеюка отваливается, всё проясняется. Вот и всё, хороший расклад. Девочки и мальчики, я вас всех люблю, всех целую и до новых встреч. Пускай у вас всё будет хорошо.